Какой образ у вас в вашем уме? Какая картина у вас рисуется, когда вы молитесь или когда вы смело приступаете к престолу благодати? Или когда вы говорите, наш Отец Небесный, наш Отец Небесный во имя Иисуса. О чем вы думаете? Что Бог где-то далеко на небесах? Что ж, да, Он там. Но Бог, Которому мы служим. Бог, Который является нашим Богом. Наш Господь Иисус и наш Спаситель, Он не где-то далеко. Он даже не в соседней комнате. Он прямо здесь. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Как христианин, вы знаете, что внутри вас живет Бог. Иисус сказал, что Он никогда не оставит и не покинет вас. Присоединяйтесь сегодня к Энету Копланду, когда Он будет вдохновлять вас помышлять о том, что внутри вас живет Бог. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Слава Богу! Иисус жив, и я рад. А вы? Слава Богу, на этой неделе у нас будет происходить что-то особенное. Отец, мы просто благодарим и прославляем тебя за твое слово. Мы приступаем к Нему с ожидающими сердцами. Мы открываем свое сердце, открываем свой разум, чтобы получить откровение с небес. Узнать больше о тебе и об Иисусе, и о Духе Святом, и о Слове Божьем. Мы хотим больше. И чем больше мы получаем, тем больше мы хотим. И чем больше мы хотим, тем больше мы получаем. Слава Богу! Спасибо тебе, Отец. Мы получаем это во имя Иисуса. Аминь. На этой неделе мы снова сделаем то, что уже делали как-то раньше. Это послание, которое Господь положил мне на сердце, чтобы поделиться им с вами, является необычным в том плане, что об этом и близко достаточно не говорилось. И вместо того, чтобы разбивать его на отдельные короткие послания, на пять передач, я верю, что Господь хочет, чтобы я просто служил им и проповедовал его, и преподал вам его одним непрерывным посланием. А затем наша телевизионная команда разрежет его на части, но все эти пять передач будут одним посланием. Поэтому молитесь за меня и молитесь со мной, потому что для вас очень важно принимать. И я хочу, чтобы вы вытягивали это из меня, слава Богу. Я был в таких местах, где, я не знаю, казалось, каждое слово, которое я говорил, ударялось о стенку и отскакивало обратно ко мне. И люди, понимаете, и, как сказал апостол Павел, много чего хотелось вам сказать, но вы это не примете. Но я знаю, что вы примете, и вы будете вытягивать это из меня. Слава Богу! Я бывал и в других местах, Боже мой, где я просто не мог остановиться, где я просто не мог закончить проповедовать. Люди просто говорили, не, давайте, давайте. Поэтому помогайте мне и молитесь со мной во имя Иисуса. Я хочу поговорить с вами о том, чтобы становиться теми, кто помышляет о том, что внутри них живет Бог. Задумайтесь сейчас на минутку об этом. помышлять о том, что прямо сейчас, внутри меня, живет Бог. Так, чтобы каждый раз, когда я думаю о Боге, и вы должны постоянно о нем думать, потому что он есть всегда, он вездесущий, Бог есть его присутствие. Но со дня Пятидесятницы его присутствие повсюду. Но Бог во мне. Это уже другое. И именно об этом мы и будем говорить. Слава Богу! И настолько отдавать себе отчет в том, что когда мы молимся, Бог не где-то далеко. Какой образ у вас есть в вашем уме? Какая картина у вас рисуется? Когда вы молитесь, или когда вы смело приступаете к престолу благодати, или когда вы говорите, «Наш Отец Небесный, наш Отец Небесный, во имя Иисуса». О чем вы думаете? Что Бог где-то далеко на небесах? Что ж, да, Он там. Но Бог, Которого мы служим, Бог, Который является нашим Богом, наш Господь Иисус и наш Спаситель, Он не где-то далеко. Он даже не в соседней комнате. Он прямо здесь. Аминь. И нужно, чтобы каждый раз, когда вы закрываете глаза, каждый раз, когда вы разговариваете с Ним, вы смотрели прямо сюда. Вы слушали прямо здесь. Слава Богу! Аминь. И вы начинали осознавать Его присутствие. Ваша вера начинает действовать. И когда это происходит, когда ваша вера начинает действовать таким образом, она приводит в движение Бога. И она приводит в движение вас. Аминь. И затем, когда вы высвобождаете свою веру, слава Богу, она приводит в движение гору. Аминь. Итак, давайте первым делом посмотрим. Давайте сделаем вот что. Я получил некоторые изменения, направления здесь. И давайте обратимся к Евангелию от Иоанна. Вы очень хорошо знаете это местописание, но пусть это будет сегодня нашим основанием. Это будет нашим основанием. Вначале было слово. И слово... было у Бога. И слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него, Бога, Слово, начало быть. И без Него, без Бога, без Слова, ничто не начало быть, что начало быть. в Нем, в Боге, в Слове, в Слове, была жизнь, и жизнь была свет человеков. Слава Богу. Итак, здесь говорится, в начале... Давайте пойдем в начало. Давайте обратимся к книге Бытия, к первой странице. Знаете, если это на первой странице, это что-то важное, верно? Итак, в начале Бог, который есть Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Что это значит, Слово было у Бога? Что ж, вы сейчас чуть больше увидите, буквально через минуту. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий... Итак, смотрите. И Дух Божий носился над водою. Итак, кто был у Бога? Дух Божий. Слово Божье. И сам Бог. Аминь. Поэтому это Бог проявляет самого себя. Итак, заметьте, что произошло. «И сказал Бог, да будет свет...» Или, как сказано в еврейском оригинале, Бог сказал, «Свет, будь!» И стал свет. Аминь. «И увидел Бог свет, что Он хорош». Это тоже хорошо, не так ли? Аминь. Первое, что мы видим о Боге, это что Он хорош. Благ. Теперь давайте вернемся вот сюда. Давайте еще раз прочитаем. Это из Евангелия от Иоанна. В начале было слово. И мы можем здесь видеть, о чем здесь говорится. В начале Бог сказал... «Итак, подождите минутку». Бог, Дух носился над водой. Но заметьте, ничего не происходило. Он движется, но ничего не происходит. Что здесь вообще такое? Он ждет, когда будет сказано слово. Слово Бога является таким же Богом, как и Бог. В начале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. И так мы знаем. В начале был Дух, и Дух был Богом, и является Богом, и всегда будет Богом. Аминь. Но когда Бог проговорил Духа Божьего, в чем заключена сила и слава? Итак, я хочу, чтобы вы обратились здесь на кое-что внимание. Он сказал, «Свет, будь!» и стал свет. Но подождите минутку. Солнечный свет появился только на четвертый день. А это самое начало первого дня. Что же это был за свет? Мы начинаем с проявления света и его славы. Аллилуйя. Мы говорим о световой энергии. О, меня радует то, о чем я проповедую. Мы говорим о световой энергии, которая... О, это просто... Я имею в виду... Это возникло со скоростью света. И дальше... Это так важно. Вы приходите к 14 стиху. Слово стало плотью. И обитало с нами. И мы видели славу Его. О, оно уже начинает усиливаться. Вот еще одно проявление славы. И это был Иисус. Аллилуйя. Теперь... Давайте обратимся к 14 главе Иоанна. И сейчас мы лишь коснемся этого. А потом, позже вернемся к этому. В 14 главе. Евангелие от Иоанна. Давайте сделаем вот что. Давайте посмотрим 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Я хочу, чтобы вы просто ухватились за это заявление. Вы верите в это? Да, я верю. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Итак, послушайте это. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Вот оно снова. Вот Бог Отец. Вот Бог Сын. И дальше идут слова. О, да. Слава Богу. Итак. «Я говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Вы уже сейчас знаете что-то, с чего большинство людей пока еще не поняли и не осознали. Я имею в виду, есть целый процесс. Я говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Позвольте мне вернуться и показать это еще раз. Я хочу, чтобы вы поняли это. «Разве ты не веришь, что я в Отце?» «Да, верю». «И Отец во мне?» «Да, верю». «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Это то же самое, что произошло в первый день. Сотворение. Он сказал, «Он говорит мне, что говорить, и я говорю это». И затем именно Отец, который во мне, который дал мне слова, которые я сказал, Он работает над этими словами и творит дела. Здорово, не так ли? Слава Богу. И дальше. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Итак, Он говорит следующее. «Я человек, и это Отец во мне». Разве вы не помните? Он снова и снова говорил. «Я ничего не могу творить от себя. Мой Отец говорит мне, что говорить. Я говорю только то, что слышу, как говорит мой Отец. Я делаю только то, что вижу, как делает мой Отец. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Что Он делает? Поступает на основании этих слов. 12 стих. «Истина, истина». Когда Он говорит истинно один раз, вам лучше прислушаться. Когда Он говорит это дважды, вам лучше слушать в оба. Аминь. Настройте свои улавливатели, потому что Он собирается что-то сказать. Говорю вам, «Верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». посмотрите 16 стих. «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, духа истины, духа Слова Божьего, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Что Он сказал? Да. Он сказал, «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Он дает мне слова. Я говорю их, и Он творит дела». Что произошло в первый день сотворения мира? Дух Божий носился над водой, Бог сказал слова. «Дух Божий пришел в движение на основании их, и Бог увидел свет». И это было хорошо. Аминь. Итак, вот оно снова. И затем Иисус стоит там и смело заявляет, «Верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». И затем Он сразу же говорит, как это будет сделано. Потому что, когда Я пойду к Моему Отцу, Я попрошу Его, Я умолю Его послать вам того же самого Духа, которого Он вложил в Меня. «Отец, я прошу тебя, пошли обратно на землю того же самого Духа, который носился над водой». Понимаете, Дух Святой сходил на людей Божьих. Но Дух Божий и все ангелы Божьи не наполняли собой всю эту атмосферную оболочку, как Он наполняет собой ее сегодня, во время Нового Завета. Почему? Когда Адам согрешил, и Сатана, используя власть Адама через измену Адама, начал властвовать на этой земле, тогда ангелы Божьи и Дух Божий выполняли особое поручение, особые миссии, которые были возможны благодаря тому Завету, который был у Бога с Авраамом. И затем в этот Завет вошел Иисус. Но заметьте, Иисус сказал, «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Затем Он сразу же повернулся к Своим ученикам и сказал, «Он пребывает с вами, но Он будет в вас». В скобках. «Как Он во Мне». Аминь. Что должно было произойти в промежутке между этим? Они должны были родиться свыше. «И никто не родился свыше до тех пор, пока Иисус не воскрес из мертвых». Слава. И Он говорит, «Вы будете делать то же самое. И будут дела больше сих, которые вы видели здесь. Вы верите в Меня? Он будет в вас, и вы будете совершать дела больше сих». И так Он сказал это, не так ли? Хорошо. Что ж, тогда мы должны что-то сделать насчет того, чтобы делать это. Аминь. И заметьте, когда вы приходите к 21 стиху, «Кто имеет заповеди Мои, и соблюдает их». Кто имеет Мои наставления? Конечно же. Это будет включать в себя и 10 заповедей. Но есть великая заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою своей, всем разумением своим, и всей крепостью своей, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Переходя в Новый Завет, где Он сказал, «Любите братьев, как Я возлюбил вас». И Библия говорит, «Любовь Божья излилась ваше сердце Духом Святым». Вот Он снова. Бог в нас. Итак, «Кто имеет наставления Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. Я возлюблю Его, и Я явлюсь Ему Сам. Я явлю себя Ему». В одном из переводов Библии говорится, «Я сделаю себя ясным и понятным». Слава Богу. Ясным и понятным. Итак, вот мы. Фактически, давайте сделаем следующее. Вы позволите мне здесь немного развернуться? Хорошо? Позвольте мне здесь немного притормозить. Давайте поместим Иисуса в этот 21 стих. Давайте прочитаем это еще раз. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их или исполняет их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Хорошо. Давайте прочитаем это от первого лица. Это говорит Иисус. «Я имею заповеди Моего Отца и соблюдаю их, и Я люблю Его, и Мой Отец любит Меня, и Он являет Себя Мне». Другими словами, «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Он являет Себя Мне через Меня, потому что я говорю только то, что слышу, как говорит Он, и я делаю только то, что вижу, как делает Он». Вы ухватываетесь за это, не так ли? О, да. Аминь. Это потрясающая информация. И когда вы на этом останавливаетесь, людям легко верить. Вы верите, что «Я в Отце, и Отец во Мне». О, да, в это легко верить. О, да. Аминь. Да, Иисус, мы верим в это, да. И «Это Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». О, да, о, да, о, да. А теперь вы можете поместить себя в этот стих? Вот здесь Он сказал, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его, и явлюсь Ему сам». Итак, мы вовлечены в это. Поэтому давайте поместим себя в этот стих. «Я верю, что Отец во Мне, и я верю, что Отец, пребывающий во Мне, творит дела, когда я имею уши слышать, когда я имею глаза видеть, и я слышу Его слова, и я говорю их, я говорю Его слова, и я следую Его наставлениям. Аминь. Я верю, что Он творит дела во Мне. И у религиозно-мыслящих людей есть с этим проблема. У меня нет, я не религиозный, я христианин. И заметьте, мы христиане. Христос это греческий перевод слова Мессия. Слово Мессия означает помазанный или помазание. Оно означает изливать. Оно означает мазать или натирать. И греческое слово Христос означает то же самое. Слово помазать означает то же самое. крестить. Помните слово крестить. Когда речь идет об обряде крещения или кроплений. И по сути слово крещение подразумевает полное погружение. и в английском языке слово означающее обряд крещения происходит от слова Христос которое означает изливать. Слава Богу. Это слово является настолько сильным. Иисус является помазанным с большой буквы. Послушайте а мы тело Христово мы тело помазанного мы носители этого помазания. Не уходите мы еще вернемся. Я верю что Отец во мне. Я верю что Отец пребывающий во мне творит дела. Когда я имею уши слышать. Когда я имею глаза видеть. Я слышу Его слова и я говорю их. Я говорю Его слова и я следую Его наставлениям. Аминь. Я верю что Он творит дела во мне. И у всех религиозно мыслящих людей есть с этим проблема. У меня нет. Я не религиозный. Я христианин. И заметьте. Мы христиане. Христос это греческий перевод слова Мессия. Слово Мессия означает помазанный и его помазание. Оно означает изливать. Оно означает мазать или натирать. И греческое слово Христос означает то же самое. Слово помазать означает то же самое. Помните слово крестить? Когда речь идет об обряде крещения или кроплении, и по сути слово крещение подразумевает полное погружение. И в английском языке слово означающее обряд крещения происходит от слова Христос которое означает изливать. Слава. Это слово является настолько сильным Иисус является помазанным с большой буквы. Слава Богу. А мы тело Христова. Иисус помазан из большой буквы. Мы тело Христово. Мы тело помазанного. Мы носители этого помазания. Давайте обратимся к книге Исаии и посмотрим на это в 10 главе. 5-й главе. И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя его бремя дьявола и ермо его шеи твоей и распадется ермо от тука или от помазания. Итак, помышлять о том, что внутри нас живет Бог. Помазание Божье. Давайте обратимся сейчас к посланию к филиппийцам. Итак, помните, мы говорим о том, чтобы начинать постоянно помышлять о том, что внутри нас живет Бог. так, у нас было это чувство того, что Бог во мне работает во мне. Дела, которые совершаются, они выходят из меня. Потому что это то, что сказал Иисус. Мы читали об этом в 14-й главе Евангелия от Иоанна. Позвольте привести вам пример того, как постоянно помышлять о том, что внутри тебе живет Бог. Когда я только-только начал свое служение, как большинство из вас знает, я был студентом университета Урла Робертса. И в первый же день, когда я зарегистрировался там, Дух Божий двигался и действовал таким образом, что к концу того дня брат Робертс нанял меня вторым пилотом в свою летную команду. И он сказал мне, Господь побудил меня подняться в главный офис и сказать им, что я коммерческий пилот. И я представил им десятикундное резюме. И я не знал, зачем я поднялся туда. Я поднялся туда просто потому, что Бог послал меня туда. Я не хотел там быть. И я не должен был там быть. Но Господь послал меня туда, и я сказал им так быстро, как я только мог. Я коммерческий пилот, и в вашем служении есть самолет. Я буквально только сегодня зарегистрировался в качестве студента, и мне нужна любая помощь, которую я только могу получить. Аминь. И все, и я пошел. Мне так хотелось поскорее уйти оттуда. Мне казалось, что я был вот такого роста. Я развернулся, и позади меня стоял брат Робертс. Я не знал, что он был там. Я развернулся и просто врезался в него. И он был вот настолько выше меня. Я стою там, и он говорит, я Орел Робертс. С таким же успехом могу сказать, я бог, а ты кто? Потому что это просто придавило меня. Я сказал, но я пожал ему руку. И он спросил, я правильно понял, вы сказали, что вы коммерческий пилот? Я ответил, да, сэр. Он спросил, вы можете управлять нашим самолетом? Я ответил, да, сэр. И послушайте, что он сказал. Две недели назад я собирался нанять второго пилота, но Дух Господень сказал мне, нет, я хочу, чтобы эту работу получил студент, который скоро приедет. Он сказал, вы мой человек. Затем повернулся и дал указание миссис Брукс. Он сказал, позвоните брату Дьюису и скажите ему, что я нашел нового второго пилота. Развернулся Дух кто это сделал? Дух Божий. Это сделал Дух Божий. Аминь. И в то время, если бы вы упомянули молитву или если бы вы упомянули Духа Божьего, я знал, что он был во мне. Я получил крещение Духом Святым в январе 63 года, а это был январь 67 года, то есть прошло 4 года. И я не знал, как сказал один человек, я подобно маленькому щенку не отличил бы команды взять от ко мне. Я был неграмотным в том, что касалось Писания. Хорошо, и давайте обратимся сейчас к посланию к филиппийцам. В течение того времени, пока я был в университете Орла Робертса, я наблюдал за Орлом Робертсом. Конечно, я пилотировал его самолет, он без меня не мог никуда полететь. Аминь. И поэтому я был на всех его собраниях. И на втором собрании, на котором я был, мне также поручили водить его машину. Вы спросите, о, вы разговаривали с ним? Верно, мне первым же делом сказали, никогда не заводите с ним разговор, потому что он ни с кем не разговаривает, когда у него собрание. Он не общается и не разговаривает. Именно у него и у брата Хиггена я этому и научился. И бывало, когда мы ехали, он мог сказать, Кеннет, я аж вот так подпрыгивал и говорил, да, сэр. И он говорил некоторые сильные, сильные вещи, слова, которые Дух Божий говорил ему сказать мне, которые изменили всю мою жизнь и которыми я по-прежнему руководствуюсь. В 12 главе послания к римлянам говорится, вы преобразуетесь обновлением ума вашего. Те слова преобразовали меня, преобразовали мое мышление, что преобразовало то, как я говорю, что преобразовало мою жизнь. Аминь. И она больше не сообразовывалась с веком Сим, с этим миром. И те слова по-прежнему там и сегодня. И в то время я наблюдал за ним. Я наблюдал за тем, как он служил людям. Я наблюдал за тем, как он возлагал на людей руки. У меня была привилегия служить в команде Орла Робертса. Я служил в комнате для больных, куда привозили тех больных, которые не могли находиться со всеми в зале. Люди были на грани смерти. Я видел, как эта женщина буквально выплюнула на пол опухоль, опухоль желудка. Я видел эти вещи. И я видел, как Орл Робертс двигался и как он все делал. Он взял себе за правило постоянно осознавать, что внутри него живет Бог. И меня просто осенило. Этот человек использует свою веру, как механик использует свой инструмент. То есть он использует веру целенаправленно. И я начал все больше и больше осознавать. Это местописание. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. И я начал понимать, что это Отец, пребывающий в Орле Робертсе. Он творит эти дела. И брат Робертс неоднократно повторял, не устремляйте свой взор на меня. Я всего лишь человек, который послушен Богу. Это Иисус во мне, говорил он. Это Дух Божий во мне. Слава Богу. Аминь. Я даже не могу вам сказать, сколько раз я от Него это слышал. И затем я слышал, как Он учил по этим же местам Писания. И я начал осознавать, что Бог постоянно во мне. Я начал читать это в послании к филиппийцам. И мы обратимся к Нему буквально через минуту. Давайте откроем шестую главу второго послания к Коринфянам. И посмотрим на это, где Он говорит, не преклоняйтесь под чужое ирмо с неверными или с неверующими. Ибо какое общение праведности с неправедностью? Заметьте, Он называет верующего праведностью. И что общего у света со тьмой? Он называет верующего светом, а не верующего тьмой. Какое согласие между Христом помазанным и виляром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость Храма Божьего с идолами? Ибо вы Храм Бога живого. Итак, послушайте, что Он сказал. Как сказал Бог. Скажите это вслух. Это сказал Бог. Скажите это еще раз. Это сказал Бог. Вселюсь в них. Просто положите сюда свою руку и скажите Он живет во мне. Ну, брат Копланд, я не знаю, живет он во мне или нет. Что же, остановитесь сейчас там, где вы находитесь, и скажите Иисус, ты мой Господь. Пожалуйста, войди в мое сердце. Я каюсь во грехе. Я принимаю свое прощение. Наполни меня сейчас Духом Святым до переливания через край. Я принимаю его верой. Спасибо тебе во имя Иисуса. Вы хотите сказать, что это все, что для этого нужно? Он сказал, тем более, Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Ну, я не знаю, почувствовал ли я себя так, как я должен был почувствовать. Откуда вы знаете, как себя чувствовать, если вы никогда раньше не были наполнены Богом? Аминь. Забудьте всю эту путаницу с чувствами и верьте тому, что Он сказал. Итак, послушайте, вселюсь в них и буду ходить в них. Когда я увидел это местописание, я молился, и я продолжал и продолжал читать это. Я буду ходить в них. И я подумал, о, это то, что происходит в служении Орла Робертса. Да, понимаете, это Дух Божий. Давайте вернемся к служению Иисуса. Иисус идет, и к нему подходит человек и говорит, Господь, я знаю, что ты можешь, если хочешь, очисти меня, сделай меня целостным. У того человека была проказа. Иисус ответил, хочу. И затем он проговорил, и проказа сошла. Итак, Иисус сказал, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Итак, вот идет этот человек, в нем Дух Божий. И я продолжал размышлять над этим, и я продолжал возвращаться к этому, продолжал возвращаться к этому снова и снова. Я подумал, о, я начал осознавать, что куда бы я ни шел, понимаете, здесь говорится, что я храм Духа Божьего, я храм Духа Святого, я храм того, кто носился над водой. И когда я оказываюсь рядом с опасностью, он оказывается рядом с опасностью, когда я возлагаю на кого-то руки, в моих руках его руки, слава, я начал осознавать это, и я начал думать об этом, я начал размышлять над этим. Чем больше я размышлял над этим, казалось, что он становился все больше, больше и больше. Все потому, понимаете, то, что вы представляете, становится словами, которые порождают веру. Аминь. Казалось, казалось, что он продолжал становиться все больше, больше, больше и больше. И что же возрастало во мне? Не он становился больше. Это я все больше осознавал, насколько большой он. И я начал больше осознавать, что это Бог во мне. И он творит те же самые дела. И он хочет и готов творить большие дела. Если я готов идти и быть послушным его заповедям, его наставлением, делать то, что он говорит, делать, он будет являть и проявлять себя мне и через меня. Аминь. Поэтому я начал видеть, что мне нужно было делать. Мне нужно было постоянно размышлять над этим. Мне нужно было понимать, что Бог во мне. Аминь. И мне нужно осознавать, что он постоянно там. Постоянно. Да, но я всего лишь старый грешник, спасенный по благодати. Избавьтесь от этих ярлыков греха. Это греховное сознание. Писание говорит, не знавший греха был сделан за нас грехом, чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей в нем. Слава Богу. Мы были сделаны праведностью Божьей в нем. Мы не старые грешники, спасенные по благодати. Мы были рождены свыше. Мы новое творение во Христе Иисусе. Вы новое творение. Предопределенное быть подобным его образу. Слава Богу. Алилло. Поэтому, когда вы начинаете размышлять над этим, это Бог во мне. Бог постоянно во мне. Бог постоянно во мне. Он никогда не оставит меня. Он никогда не покинет меня. Он всегда во мне. И мне нужно больше это осознавать. Понимаете, люди склонны перекладывать всю вину на Бога. Я просто не понимаю, почему ты никогда со мной не разговариваешь. Ты говоришь с братом Копландом. Почему ты никогда не говоришь со мной? Ты никогда со мной не говоришь. Бог никогда со мной не говорит. И то я не знаю, почему Бог никогда со мной не говорит. Бог говорит с вами прямо сейчас. Говоря вам замолчать. Но понимаете, все дело в том, что проблема не в Боге. Давайте вернемся сюда. Нет, 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 нет. Господь только что остановил меня. Я вернусь и закончу разбирать 6 главу 2 Коринфянам. Он сказал, я вселюсь в них. Я буду ходить в них. Я буду их Богом. И они будут моим народом. Где он будет нашим Богом? На небесах? Нет. В нас. Он наш Бог в нас. Слава Богу. Он во мне прямо сейчас. Он вас прямо сейчас. Я вспоминаю 8 главу Римлянам. Если же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет вас, Он оживит вашу смертную плоть, ваше смертное тело. Слава Богу. Итак. Слава тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Что ж. Давайте остановимся. Я начал двигаться. В двух-трех разных направлениях. Я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, послушайте, как он представил себя, когда сказал это. Давайте прочитаем это еще раз. «Выйдите из среды их и отделитесь». «Итак, о чем он говорит?» «То есть нам нужно изменить то, как мы одеваемся и...» «Нет, нет, 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 нет». Он говорит совершенно не об этом. Он говорит, «Я предлагаю вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Поэтому вы избирайте жизнь». «Изберите жизнь». «Выйдите из среды мертвых». «Выйдите из среды этого мира». «Не сообразовывайтесь с этим миром». И речь не идет об этой внешней одежде. Это ваше дело, какую одежду вам хочется носить. Но это местописание говорит не об этом. Оно говорит, что вы были избавлены от власти тьмы и переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. Итак, ищите прежде царство Божьего и праведности Его, и это все приложится вам. Перестаньте говорить, как этот мир. Перестаньте поступать, как этот мир. Начните верить Богу. Начните ходить в Духе Божьем. Аминь. И делая это, заметьте, что Он сказал. «И буду вам отцом». Где? Внутри вас. «И вы будете моими сынами и чарями». Где? Изнутри. «И буду вам Богом». Говорит Господь Вседержитель. Вседержитель. Важным словом здесь является Вседержитель. Всемогущий. Слава Богу. Всемогущий. Внутри меня. Всемогущий. Внутри вас. Зачем вы волновались об оплате квартиры? Боже мой, Бог Всемогущий. Живет внутри вас. Тот же самый Дух, который породил все это со скоростью света, и Он нисколько не снизил темп. Где ваше мышление? Где ваше воображение? Что вы видите? Вы видите его такого роста, и что он где-то далеко за тысячу километров? Нет, нет, нет. Он прямо здесь, внутри вас. И он настолько большой. Насколько большим вы позволите ему быть, потому что там Всемогущий. И буквально минуту назад я хотел обратиться к 16 главе Иоанна. И позвольте мне привести вам здесь некоторую иллюстрацию. что-то, что произошло со мной. 13 стих. Когда же придет Он, Дух истины, Дух истины сейчас во мне. Скажите это еще раз. Дух истины сейчас во мне. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. Где? Внутри меня. Внутри вас. Аминь. Да, но Он никогда со мной не говорит. Так, послушайте. Не выставляйте все так, что проблема в Боге. Вы не незначительны. Нет, 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 нет. Вы не являетесь каким-то брошенным ребенком, какой-то духовной случайностью. Бог сотворил вас весьма особым образом. Я имею в виду, что вы являетесь творением Духа Божьего. И когда вы приняли Иисуса как вашего Господа и вашего Спасителя, согласно Писанию, слава Богу, у Бога было для вас особое место, предназначенное для вас, приготовленное для вас. Вы были в Его сердце, Он думал о вас. Еще до основания мира Он знал вас и назвал вас по имени. Слава Богу, вы очень уникальны и очень особенны для Бога. Дух истины сейчас во мне. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину. «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. Где? Внутри Меня. Внутри вас. Внутри Меня. Да, но Он никогда со мной не говорит. Так, послушайте, не выставляйте все так, что проблема в Боге. Вы не незначительны. Нет, нет. Нет, нет. Вы не являетесь каким-то брошенным ребенком, какой-то духовной случайностью. Бог сотворил вас весьма особым образом. Я имею в виду, что вы являетесь творением Духа Божьего. И когда вы приняли Иисуса как вашего Господа и вашего Спасителя, согласно Писанию, слава Богу, у Бога было для вас особое место, предназначенное для вас, приготовленное для вас. Вы были в Его сердце. Он думал о вас. Еще до основания мира. Он знал вас и назвал вас по имени. Слава Богу! Вы очень уникальны и очень особенны для Бога. Я читал это, и возникла одна ситуация. и я пришел перед Господом и помолился о ней. Я был в своем кабинете. И «Господь!» «Аминь!» «Аминь!» «Я знаю, что ты пытаешься мне что-то сказать. Я просто уступаю тебе». И внутри меня продолжало всплывать это местописание. Поэтому я открыл и прочитал его. «Когда же придет Он, Дух истины?» «О!» «То наставит вас на всякую истину». Не сказано «Возможно, Он это сделает». Это может произойти при определенных обстоятельствах. Нет, сказано «Он наставит». Не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. Помните, мы говорим о том, чтобы начинать помышлять о том, что внутри нас живет Бог. И Иисус сказал, «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». И Господь сказал, «Остановись и поразмышляй над этим стихом». Поэтому я начал перечитывать его очень медленно. Думай о нем. Применяй его к себе. Лично к себе. К той ситуации. «Он оставит меня на всякую истину». Он будет говорить не от себя, а что услышит. не от себя, а то, что услышит. Я фактически записал это там. «Я знаю, что нет проблемы с тем, чтобы Дух Святой слышал. Поэтому проблема с моим слышанием». Я записал это прямо там, на полях своей Библии. И когда я это сделал, когда я записал это, я сказал, «О, проблема не в тебе, а во мне». Я начал думать об этом. «Он будет говорить, что услышит». И когда я размышлял над этим, ко мне пришло слово от Господа. Почему ко мне пришло слово от Господа? Я открыл свои уши. Я уступил ему. И вам важно понимать, что вы не ищете, чтобы какой-то голос пришел к вам откуда-то. Нет, 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 он прямо здесь. Он живет здесь. Это его место обитания. Я мог бы двинуться там в другом направлении, но Господь просто вернул меня назад. И я услышал, как Господь сказал, «Кеннет, я твой Господь?» «Да». «Разве я не ответственен за тебя?» Я сказал, «О, да, Господь, ты верен мне». И я сразу же подумал о третьей главе послания к евреям. Он верен в своем доме, дом же его мы, и он верен Богу. Но чтобы быть верным Богу, он должен быть верен вам. Так что, когда вы поступаете по его слову, и вы верите его слову, и вы говорите его слово, он является первосвященником этих слов. Он сказал, «Разве я не ответственен за твою жизнь и за тебя?» «Каждый день и за дня в день. Я твой спаситель». Я сказал, «О, да, Господь, о, слава Богу». И затем он сказал, «Я говорю духу, который живет в твоем духе, живет в твоем доме. Вы его дом». Я сказал, «Да, Господь, слава Богу». «Да, Господь, спасибо тебе, Господь». Он сказал, «Теперь открой свои уши, и я вспомнил место Писания». Помните, Иисус сказал, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Поэтому я открыл это место Писания и прочитал это. И буквально несколькими стихами ниже говорится, «Ваши уши и ваши глаза блаженны или благословлены, слава Богу». В 13 главе Матфея ваши глаза и уши благословенны. И как вы имеете уши слышать? Они у вас есть. Они у вас есть. Как вы имеете уши слышать? Они у вас есть. Они у вас есть. И вы говорите, «Я имею уши слышать». Я только что сказал это. И я говорю это в послушании и вере. «Я имею уши слышать». Это то, что открывает ваши духовные уши. Верой я открываю свои уши, чтобы слышать. Я верю, что Дух Божий послушен этому месту Писания. Он делает именно то, что сказал Иисус. Я открываю свои уши. Итак, я имею уши слышать, и я продолжаю их иметь. Я имею глаза видеть, я имею уши слышать, и я говорю то, что слышу, как говорит Он, и я делаю то, что вижу, как делает Он. Что произошло? Я перешел на сторону веры. Просто проведите для себя на полу линию. Давайте сделаем это так, чтобы вы могли это видеть. Я провожу здесь на полу линию. Он сказал, кто имеет уши слышать, да слышит. Хорошо. Во имя Иисуса я имею уши слышать. Я это имею. Видите, я переступил через эту линию веры. И я не оглядываюсь назад и не говорю, о да, но я не... Нет, 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 нет. Вы пребываете здесь в вере. Я имею это. Я имею уши слышать. Я открываю свои уши. И я имею это. Слава Богу. Я ожидаю, что Он будет говорить. Я ожидаю, что Он будет вести и наставлять. Это то, что Иисус послал Его сюда делать. И Он послушен тому, что Он должен делать. Я ставлю себя в положение послушания тому, что я должен делать. Аминь. И дальше вы читаете. И Он будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. И я хочу, чтобы вы знали, что это развернуло ту ситуацию на 180 градусов. В считанные минуты. Понимаете? Вместо того, чтобы продолжать теряться в догадках и не знать. Ну, Бог, я знаю, что Ты пытаешься мне что-то сказать. Нет, нет, нет. Я перешел на сторону веры и открыл свои уши, и я сказал это. Я сказал, Господь, у Духа Божьего нет проблемы со слышанием. Понимаете? Это то, что я услышал, как Он сказал. Именно поэтому я записал это. Затем я поступил на основании этого. Я сказал, проблема с этим есть у меня. Поэтому я принимаю избавление от этой проблемы. Я каюсь, Господь, за то, что не имел уши слышать. Теперь я имею уши слышать. Я буду послушан тому, что буду слышать, как Ты говоришь. Я буду делать то, что буду видеть, как делаешь Ты. Слава Богу. Я всецело посвящаю себя этому. Теперь я в этом положении. Понимаете? Номер один. Я в вере. Номер два. Я в послушании. Он сказал, я явлю себя тем, кто это делает. Итак, что произошло? Я начал больше осознавать, что внутри меня живет Бог. Он во мне. Он во мне. И Он здесь. Он во мне. И Он говорит. И это для меня верой слушать. Это для меня верой делать. Аминь. И чем больше я размышляю над этим, и чем больше я начинаю осознавать это, особенно в служении. Вы можете не быть в пятикратном служении, но вы служители Евангелия. Если вы собираетесь возложить руки на кого-то из своих детей по той или иной причине, остановитесь на минутку. Во имя Иисуса, да. Я храм Духа Святого. Да, Господь. Спасибо тебе, Господь. Это также заставляет вас больше осознавать необходимость лучше заботиться о своем теле. В этом есть сила. Спасибо тебе, Господь. Да, Господь. Господь, я собираюсь возложить руки на своего ребенка, на своего внука. И возьмите Библию и прочитайте там несколько стихов. Ты покажешь мне, что мне нужно здесь знать. Ты возвестишь мне будущее. Спасибо тебе, Господь. Ты будешь говорить слова, и я буду слышать их. Я буду знать, что делать. Ты Бог мне, внутри меня. Я помню, как Линдси, дочь Келли, ей тогда было 11 лет. Когда ее родители разбудили ее рождественским утром, ей было 11 лет. Тогда она была в бреду, она никого не узнавала. Она была просто не в себе. Ее быстро доставили в медицинский центр Кука в Форт-Ворте. Ей поставили диагноз – гнойный менингит. И в больнице было полно детей. Некоторые уже умерли от такого же заболевания. Все было очень серьезно. И мы с Глорией находились за несколько сотен километров. Они позвонили нам. И мы с Глорией сразу же приняли хлебопреломление. Мы поставили себя в это положение, чтобы слышать и видеть и делать в молитве и так далее. К тому времени, как мы туда приехали, было уже около 11 часов вечера. Нас одели в специальные защитные костюмы, защищающие от этой опасной болезни. И провели в тот бокс. Но я уже знал, что делать и что говорить. И не нужно добавлять к этому кучу всего другого. Просто сделайте и скажите то, что он сказал. Сделайте сказать. Неважно. Даже если это всего одно слово. Я просто знал, что нужно делать. Просто нужно пойти и сделать это. Даже если это всего лишь одно слово. Скажите его. Я подошел и встал рядом с ее кроватью. И вот что я услышал от Господа. Он сказал. Коснись ее грудины. Говоря вот об этом костном месте вот здесь. Он сказал. Когда ты коснешься ее, проговори к помазанию, которое в ней. И прикажи ему подняться и вытеснить оттуда эту болезнь. Подумайте сейчас о том, что Иисус сделал с тем прокаженным, о котором я ранее упоминал. Тот сказал. Я знаю, что ты можешь, если ты хочешь. Иисус ответил. Конечно, я хочу. Писание говорит. Болезнь оставила его. Иисус послужил теще Петра. Он запретил горячке. И горячка оставила ее. Горячка может слышать. Проказа может слышать. Но в том случае, Господь сказал, проговори к этому помазанию. Прикажи ему подняться и вытеснить этот менингит, эту болезнь. Я подошел к ее кровати. И просто сделал то, что он сказал. Вы скажете, брат Копланд, в этом нет никакого смысла. В этом не должен был быть смысл. В этом есть вера. И я подошел к ее кровати. Я сказал, Линдзи, это дедушка. Я обращаюсь к помазанию, которое в тебе. Поднимись и вытесни эту болезнь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь значит, да будет так. Фактически, в подобного рода ситуации, я лучше скажу, да будет так, чем аминь. Да будет так. Она сразу же отреагировала. Она стиснула свои зубы и закричала. Дедушка, я исцелена во имя Иисуса. В 11 лет, закричала в 11 часов вечера в боксе для инфекционных больных. Я имею в виду, что она дала этому полный ход. Слава Богу. По закону, даже если вы выздоровели от этой болезни, вы все равно должны еще 8 дней оставаться в больнице под наблюдением врачей. И на следующий день врачи зашли к ней, и она была совершенно здорова. Мы принесли ей в больницу все ее рождественские подарки. И отпраздновали Рождество в ее палате. И это было просто замечательно. И она прославляла Бога. Служила людям. И так далее. Итак, вы можете видеть этот процесс. Все, что я делал, это слушал и был послушен. Но это Отец, пребывающий во мне. Он творит дела. Он дал мне эти слова. Я сказал эти слова. И Дух, который носился над водой, когда Бог сказал те слова, Он осуществил эти слова. Иисус сказал, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Это то, что произошло с Линдзи. И размышляя над этим по дороге домой, чтобы, вернувшись домой, послужить и размышляя над тем, что сказал Господь, следуя этим местам Писания, которые мы читали, Дух Святой, Отец, Бог Всемогущий, Я буду вам Богом. Я буду вам Отцом. Вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Где? В вас. Я буду ходить в вас. То есть, имел место этот процесс. Оно работало точно так же, как и в служении Иисуса. Аминь. Теперь, давайте вернемся к посланию к филиппийцам. И я расскажу вам еще об одном личном переживании, опираясь на вторую главу филиппийцам. В своем физическом теле я столкнулся с одной ситуацией. Господь поручал мне все больше и больше. Он давал мне новое направление. И я смотрел на это. Мое физическое тело давало сбои. Я чувствовал боль в своем теле. И были другие вещи. Я чувствовал определенную физическую слабость. И я разбирался со всем этим. Казалось, что оно все навалилось одновременно. Было такое впечатление, как будто кто-то скатал все это в один большой колючий ком и просто бросил его в меня. И вот я. Конечно, я знаю, что у вас, брат, никогда ничего подобного не было. Но у меня было. И это было не так давно. Но за последние 45 с лишним лет я научился продолжать постоянно осознавать, что Бог во мне. Постоянно осознавать, что благодать на мне. и думать таким образом. Заставьте себя думать таким образом. Во всем оставайтесь на стороне Бога. Постоянно стойте на том, что Бог за меня, а не против меня. Постоянно думайте таким образом. Слава Богу. Пока вы не начнете осознанно, постоянно осознавать это. И не думайте как-то иначе. Я молился о тех вещах. Я пришел перед Господом. Я молился и поступал на основании мест Писания об исцелении. И так далее. И того, в чем я нуждался физически. И внутри меня продолжали всплывать эти места Писания. И одно из того, что я первым делом делаю каждый день. Я читаю каждый день главу из Нового Завета. Вы знали, что вы можете читать по главе в день пять дней в неделю, и за год вы прочитаете весь Новый Завет. Что ж, я читаю больше. Я читаю по главе семь дней в неделю. И затем все мое время изучения и все остальное является дополнением к этому. Я питаюсь этим. О, так часто я говорю, Господь, я просто открываю свое сердце и открываю свой разум в отношении Твоего Слова для откровения с небес. Я питаю свой дух и служу своему телу и своей проблеме. Я не говорю, я не использую слово «мое тело». Это тело — храм Духа Святого. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить «мое тело». Но я не говорю так для того, чтобы обновлять свой разум в отношении того факта, что Он купил и заплатил за это тело. Оно Его. И я отдал и представил Ему это тело в жертву живую, святую, благоугодную. Римлянам 12 глава 1 стих. И я читал послание к филиппийцам. Потому что Бог... 2 глава 13 стих. Потому что Бог производит в вас хотение и действие по Своему благоволению. Слава. Поэтому все делайте без ропота и сомнения. Перестаньте жаловаться на это. Он производит в вас хотение. Мне не особо хотелось сделать то, что Бог добавил к тому, что я делал. Я не сильно желал этого делать. Я не столько не хотел и не желал это делать, сколько в моем теле была боль. И поэтому я не хотел это делать, понимаете? Я должен был это исправить. Поэтому я ухватился за это. Бог производит во мне и хотение, и действие по Своему благоволению. Слава Богу. И я сказал, Господь, Господь, Ты знаешь, я хочу хотеть. И я много раз молился так раньше. Но тогда я осознал, слава Богу, Он во мне производит и хотение, и действие по Своему благоволению. Он работает над этим прямо сейчас. Слава Богу. И я сказал, «Спасибо тебе, Иисус. Бог во мне работает сейчас. И поэтому я хочу». Бог производит во мне и хотение, и действие по Своему благоволению. По Своему благоволению. Слава Богу. И я сказал, Господь, Ты знаешь, я хочу хотеть. И я много раз молился так раньше. Но тогда я осознал, слава Богу, Он во мне производит и хотение, и действие по Своему благоволению. Он работает над этим прямо сейчас. Слава Богу. Я сказал, «Спасибо тебе, Иисус. Бог во мне работает сейчас. И поэтому я хочу». Это все изменило. Итак. Помышлять о том, что внутри нас живет Бог. Иисус сказал, «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Я хочу снова увязать это вместе. Давайте вернемся туда, где мы это читали. Мы здесь в послании к филиппийцам. Не теряйте этот 13 стих 2 главы. Но здесь, в Евангелие Теана, я хочу снова прочитать это из 14 главы и снова посеять это в наше мышление. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Да, Иисус, мы верим в это. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Почему Он не сказал? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он говорит слова. Слова и дела одни и те же, потому что это Отец, пребывающий внутри. Дух Божий, поступая по Слову Божьему, осуществляет это. Неважно, насколько сверхъестественным оно должно быть. Именно так Иисус делал все в Своем служении. Я говорю только то, что слышу, как говорит мой Отец. Я делаю только то, что вижу, как делает мой Отец. Это Отец, пребывающий во мне. Он творит дела. Поэтому нам нужно начинать помышлять о том, что Бог живет внутри нас, а не где-то там. Мы читали в 6 главе 2 Коринфянам, где Он сказал, «Я буду жить в вас, я буду ходить в вас, я буду вам Богом, и я буду вам Отцом, а вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь». О чем Он говорит? «Я там, я живу у вас, я хожу у вас, я там постоянно, 24 часа в сутки». И вам нужно сосредоточить свой разум на этом и размышлять над этим, и обновлять свой разум в отношении того факта, что Он там прямо сейчас. Постоянно Он там. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину. «Ибо не от себя говорить будет», 16 глава Иоанна, мы читали это вчера, «но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». От моего возьмет и возвестит вам. «Теперь вернемся к посланию к филиппийцам». Вот я. Я увидел это здесь. «Потому что Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению». Я взял это прямо с этой страницы. Я вложил это в свои уста. Я держал это у себя перед глазами. Я вкладывал это в свои уши. Я вкладывал это в свой разум. Каждая мысль, которая у меня была. Но вы знаете, вы знаете, как вы делаете. Я закончил в то утро свое молитвенное время. У меня было это местописание. Я закончил это время, и в тот день я не проповедовал. Я занимался чем-то другим. И вдруг в моем разуме промелькнуло то, что Господь сказал мне делать. «И я не хотел это делать». И казалось, казалось, что это была все одна мысль. Господь сказал мне это делать. «Я не хочу это делать». Но вместо того, чтобы подхватить это и сказать «О, я не хочу это делать», «Нет, нет, 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 нет». «Пусть первым будет это». Я просто остановился. Я сказал «Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Я знаю, что ты во мне. Я знаю, что ты производишь во мне и хотение, и действие». И хотение, и действие. И я начал говорить это вслух. Я не ждал, когда ко мне придет очередная мысль об этом, чтобы делать это снова. Я просто начал говорить это. Взял это за правило и практиковал это все то утро. Слава Богу! Бог во мне, и Он производит во мне и хотение, и действие по Своему благоволению. Слава Богу! И затем меня осенило. Это Бог! Это Бог! Все могущие! Вы слышали, кто? Все могущие производят во мне и хотение, и действие. Слава Богу! Да, аминь! Аминь! Бог во мне производит хотение. Я хочу. Слава Богу! Я хочу. И каждый раз, когда я говорил «Я хочу», оно просто подпрыгивало внутри меня. «Я хочу». «Я хочу». «Я хочу». «Я хочу хотеть». «Я хочу». «Я хочу». «Ты слышишь меня?» «Во мне есть хотение и действие». И послушайте, что произошло. Я говорил это. Я пришел от этого в такой восторг. «Это Бог во мне». Что происходит? Я начинаю помышлять в отношении этого о том, что внутри меня живет Бог. Тот же самый Бог, который сказал мне делать это, Он не где-то там далеко на небесах. Он был во мне, когда сказал мне делать это. И Он, находясь во мне сейчас, работает с моей волей, формирует мою волю, сообразовывает мою волю с тем, чтобы прийти в его присутствие и его намерение. Я слышал это от брата Кейт Мура. Он говорил о том, как формируются или изготавливаются, например, разные части автомобиля или еще что-то. Они берут кусок стали, помещают его под пресс, и этот пресс опускается и оказывает на эту сталь всевозможного рода давления. И когда он поднимается, вы получаете крыло автомобиля. Еще недавно это был просто кусок металла, но после того, как он побывал под прессом, он стал крылом. Я вижу это так, когда я говорю. Я вижу, вы знаете, о чем я говорю. Я вижу, как моя воля лежит под этим формовочным прессом. Я вижу, как рука Божья и Слово Божье оказывает давление на мою волю и формирует ее там. и когда этот пресс поднимается, посмотрите на это. Это воля Божья. Что ж, это моя воля. Да, но это воля Божья. Да, но это моя воля. Да, но это воля Божья. Они являются одним и тем же. Аминь. У меня есть только его воля. Если моя воля пытается куда-то отклониться, я кладу ее туда и оказываю на нее некоторое давление. Слава Богу, это то, что со мной происходит. Я становлюсь тем, кто помышляет о том, что внутри него живет Бог. И следующий шаг был просто взрывным. Позвольте мне здесь немного сбавить темп. Я говорил это. Прошло пару дней. Прошло пару недель. И я говорил это. И когда это становится вашим образом мышления, другими словами, ваш разум обновлен с того, что вы думали, на это. Вы берете Божью мысль, Его Слово, и вы выбираете говорить это, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Аминь. Я хочу. И ко мне приходит какая-то другого рода мысль. Я возвращаюсь к этому. Нет, 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 нет. Я беру эту мысль, потому что Бог производит во мне и хотение, и действие по своему благоволению. Слава Богу, я хочу, и я буду это делать. И я говорю это, и говорю это. Но каждый раз, когда приходила та мысль, я просто... Нет, 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 нет. Что я делаю? Я не спровергаю один замысел, и я беру Слово Божье и целенаправленно прокручиваю в своем мышлении его. Я выбираю Слово Божье и прокручиваю его в своем мышлении и говорю его. Я выбираю его, прокручиваю его в своем мышлении и говорю его. Если я думаю, я чувствую в своем теле слишком сильную боль, чтобы идти и делать то, что сказал Бог. Нет, 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 нет. Я не спровергаю этот замысел. И я выбираю следующее. Бог производит во мне и хотение, и действие. И я делаю это, понимаете? И оно так продолжалось и продолжалось и за дня в день, и за дня в день. Прошло несколько дней, прошло пару недель, а я по-прежнему продолжал это делать. И чем больше я это делал, тем ярче, казалось, оно становилось и начинало больше течь. Но послушайте следующее. Это мысль. И вы через какое-то время замечаете, и с годами я заметил, что лично мне требуется порядка двух недель, чтобы у меня вошло в привычку думать о чем-то. И требуется порядка двух недель следовать этому процессу, чтобы, наконец, избавиться от чего-то. Где-то через три недели, через две с половиной, три недели, все, этого больше нет. Требуется примерно столько времени. И ко мне пришла та мысль, и я просто сказал слух, «Нет, нет, Бог работает во мне, и Он работает во мне сейчас, производя и хотение, и действие по своему благоволению. поэтому я все могу в укрепляющем меня Христе». Казалось, что тот другой стих просто присоединился к этому и вышел вместе с Ним. «И я сказал это еще раз. Бог производит во мне и хотение, и действие по своему благоволению, поэтому я все могу в укрепляющем меня Христе». О, да. Видите, что произошло? Говорю вам. Что происходило? Дух Божий работает. Когда это происходит, из вас начинают течь другие места Писания, эта форма была передана, и ваш разум обновился. Слава Богу, вы уже на другом уровне. И помните, я занимался не исцелением моего тела, я занимался указаниями, которые дал мне Бог. И что произошло? В процессе этого во мне начало работать откровение. Я начал слышать и видеть некоторые вещи в отношении принятия моего исцеления, которые я не сделал, и которые мне нужно было сделать. И некоторые вещи, которые активизировали веру внутри меня в отношении той проблемы в моем физическом теле. Поэтому вы можете сейчас видеть, мы подключили еще одно место Писания. еще одно место Писания. Аминь. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что ж, это буду я. И люди приходят и говорят, ну, знаете, брат Копланд, я сломал ногу в четырех местах, но все содействует ко благу. Это совершенно не то, о чем говорит это место Писания. Там даже не упоминается работа дьявола или что-то плохое. Это место Писания идет в контексте учения о Духе Святом и того факта, что Дух Святой, Бог внутри нас, подкрепляет нас в немощах наших. Вот это греческое слово, переведенное как «подкрепляет», это по сути несколько соединенных вместе слов. в нашем языке нужно соединить несколько слов, чтобы сказать то, что сказано здесь в греческом тексте. Там говорится, «Он помогает нам». Он вместе с нами противостоит. Противостоит. Это три слова. Он вместе с нами противостоит нашим немощам. Итак, вот что происходило. По мере того, как он работал здесь филиппийцем 2.13 и 4.13, «Я все могу укрепляющий меня Христе», по мере того, как это работало, производило свою работу, по мере того, как я делал это, делал другие вещи, это слово работало во мне. Это слово работало во мне. «Обновляя мой разум, не давая мне сообразовываться с этим миром, но преобразовывая меня обновлением ума моего, чтобы мне познавать совершенную волю Божью». Слава Богу! Это то, что здесь работает. Но этим самым оно открыло дверь для того, что Дух Божий пытался сказать мне. в первую очередь в отношении заботы об этом его физическом храме. Аминь. Я не понимал это должным образом, но, двигаясь в этом, что он делает? Он производит и хотение, и действие. Что он делает? Он производит и хотение, и действие. Аминь. И что произошло? Когда я стал, итак, смотрите, я хожу и занимаюсь своими повседневными делами. Он ходит во мне. Он ходит во мне. Он работает во мне. Это Бог во мне. Это во мне работает Бог. Это Бог во мне. Он творит дела. И что он сделал? Он дал мне слова, чтобы я говорил их. И когда я говорил их, Бог производит во мне их оттене действия, и затем он дал мне тот другой стих. И я знал тот другой стих. Боже мой, я проповедую об этом почти 50 лет. Неужели вы думаете, я не знал тот другой стих? Там всего лишь страницу перелистнули. Да. Но в тот момент он вдруг по откровению присоединился к тому. И что произошло? Я схватил это. Я сказал это, и он сделал это. Аминь. Слава. Итак, вера верит, что Бог сейчас во мне. Вера верит. Ну, да, брат Копланд, но знаете, я просто знаете, я нет, 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 нет. Не выдавайте мне это. Не делайте этого. Верьте, что когда умножается грех, преизобилует благодать. Обратитесь к этому. Я не знаю, оступились ли вы и запутались. Кто не оступался? Я скажу вам, кто. Иисус. И он единственный, кто не оступался. Но Бог, позвольте мне дать вам короткое, мощное определение благодати. Благодать это переполненное любовью, желание Бога относиться к вам так, как будто греха никогда не было. относиться к вам так, как будто вы ни разу в своей жизни не согрешили. Скажу вам, это настолько свято. Благодать Божья настолько удивительная и настолько замечательная. милость его вовек. Это греховное сознание ходит и говорит повсюду. Да, но знаете, я просто... Перестаньте думать о себе и начните думать об Иисусе. Начните думать о небесных вещах, о небесной благодати Божьей, о небесной праведности Божьей, святости Божьей, обо всем этом. Потому что в вас живет Бог. Небеса в вас. Они совершают эту работу. Бог вас. Он совершает эту работу. Аминь. Поэтому, когда вы осознаете это, покайтесь сразу же. Не откладывайте. Просто скажите, спасибо тебе, Господь, слава Богу. Я принимаю мое прощение. Аминь. Я принимаю мое очищение от всякой неправедности. И твое слово говорит, ты верен и ты праведен. Ты верен и праведен простить мне всякий мой грех и очистить меня от всякой неправедности. Аминь. Слава Богу. И скажу вам, слава Богу, вы становитесь тем, кто помышляет о праведности. Вы становитесь тем, кто помышляет о том, что он исцелен. Ухватитесь за это. Я не больной, который пытается заставить Бога его исцелить. Нет, 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 нет. Это неправильное отношение. Это не является истиной. Библейская истина в том, что вы являетесь исцеленными и сатана пытается забрать у вас ваше здоровье. Аминь. И когда вы это осознаете, вы начинаете говорить, нет, благодарение Богу, я исцелен. Я являюсь исцеленным. Я во Христе Иисусе, и я являюсь исцеленным, слава Богу. Вы становитесь тем, кто помышляет о том, что он исцелен. Это то, что было трудным для меня относительно моего физического тела. Но, говорю вам, чем более сильным это становилось, чем более мощным это становилось, тем в больше восторг я приходил. И, ходя, о, слава Богу, вы постоянно помышляете о том, что внутри вас живет Бог, когда ваш разум обновлен. Оно прямо здесь, в послании к филиппийцам. У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он не считал, что это что-то отняло от величия Бога, величественности Бога, святости Бога, быть названным равным Ему, быть Его Сыном. Другие люди так считали. Фактически, они убили Его за то, что Он это говорил. И они будут пытаться поступать со мной и с вами таким же образом. Но если мы будем послушны Слову Божьему, Он, будучи, послушайте, в вас должны быть те же чувствования, то же мышление, какое было во Христе Иисусе. Заметьте, вы должны позволить Ему быть. Оно не приходит само по себе естественным образом. Нет, оно должно прийти сверхъестественным образом. Вы должны выбирать это Слово и говорить его. Итак, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Тогда я не почитаю хищением быть и называться сонаследником со Христом Иисусом, чадом Божьим, сыном Божьим во Христе Иисусе. Слава Богу. Я не верю, что это отнимает что-то от святости Бога. Я не думаю, что это крадет и отнимает у него его положение великого и святого Бога. Нет. Когда грешник узнает, что вовек милость его, слава Богу, аллилуйя. И он начинает верить тому, что говорит Слово Божье. Я верю этому независимо от того, чувствую я это или нет. Я верю независимо от того, вижу я какие-то вещи или нет. Я верю этому, потому что Он это сказал. Аминь. И когда вы ходите в это, вы позволяете своему разуму обновляться, вы ухватываете за это. Итак, во имя Иисуса, как служитель Евангелия Иисуса Христа, я служу вам этим сегодня. Я говорю слово веры. Будьте исполнены Духом Живого Бога во имя Господа Иисуса Христа. Будьте сделаны целостными Его Словом и Его Силой. Теперь воздайте Господу хвалу и благодарение за это. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Когда грешник узнает, что вовек милость Божья, слава Богу, аллилуйя, и он начинает верить тому, что говорит Слово Божье, я верю этому, независимо от того, чувствую я это или нет. Я верю независимо от того, вижу я какие-то вещи или нет. Я верю этому, потому что Он это сказал. Аминь. И когда вы ходите в этом и позволяете своему разуму обновляться, вы ухватываете за это. Итак, во имя Иисуса, как служители Евангелия Иисуса Христа, я служу вам этим сегодня. И я говорю Слово Веры. «Будьте исполнены Духом живого Бога во имя Господа Иисуса Христа. Будьте сделаны целостными Его Словом и Его силой. Теперь воздайте Господу хвалу и благодарение за это. Во имя Иисуса. Аминь». Спасибо тебе, Господь. Хорошо. Давайте снова вернемся к Евангелию от Иоанна. Всю эту неделю мы говорим о том, чтобы помышлять о том, что внутри нас живет Бог. Это место Писания всегда было проблемой для людей, которые действительно живут по Слову Божьему. Я говорю о людях, которые являются учениками Господа Иисуса Христа. Другими словами, то, что Он сказал и что Он сделал и что Он делает и что Он говорит сейчас, оказывает огромное влияние на наше мышление и на нашу жизнь. Есть люди, которые являются христианами, которые даже рождены свыше, люди, которые приняли Иисуса как своего спасителя и ожидают, что когда они умрут, они пойдут на небо. И они пойдут на небо. Но Слово Божье оказывает маленькое или вообще не оказывают никакого влияния на их жизнь в их ежедневном хождении изо дня в день. Они изо всех сил стараются быть честными и так далее. И даже жить по христианским принципам. И это хорошо. Но в действительности изо дня в день они вообще не думают о Божьем присутствии. Они вообще об этом не думают. И даже когда и они молились. Послушайте, вы шутите. Я имею в виду, когда я был в этом мире. Я был в мире, я молился. Я молился каждую ночь. О, Бог, о, Бог, помоги мне, о, Бог, помоги мне. Но я не знал, как молиться. Я не знал, что я делал. И никто не указал мне на то, что я должен сделать Иисуса Господом в своей жизни. Это пришло спустя годы. Итак, вот эти места Писания здесь ставили в тупик людей, которые ожидают Божьего присутствия. Они ожидают, что Бог будет проявлять себя на наших церковных служениях. И люди, которые живут и ходят верой, их это ставило в тупик. Яна 14, 12. Истинно, истинно говорю вам, неверующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И мы слышали некоторые потрясающие оправдания. И они неправы. Но они потрясающе неправы насчет того, о чем Он там говорит. Вместо того, чтобы просто верить тому, что Он сказал. И что так оно и есть. И оно должно происходить сейчас. Итак, заметьте, как Он начал говорить об этом в 10 стихе. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Итак, заметьте, в этих нескольких словах Он соединил всю систему. Помните, в начале недели слова, которые мы первым делом прочитали. Вначале Дух Божий носился над водой. Бог сказал, свет, будь, и стал свет. Бог увидел свет, что он хорош. Дух носился над водой. Но ничего не происходило, пока Бог не сказал, свет, будь, и стал свет. Итак, кто высвободил это? Кто принес его, так что он стал виден? Дух Божий. Вот оно. Иисус все соединил. Он сказал, слова, которые я говорю, я говорю не от себя, потому что это Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Итак, заметьте, Он сказал, слова, которые я говорю, я говорю не от себя. Они приходят от Отца, поэтому я говорю слова Отца, и это Отец, Дух Божий, пребывающий во Мне. Он творит дела на основании тех слов, которые я говорю. И затем Он сразу же говорит, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. Как? Точно так же. Потому что чуть дальше Он говорит, когда придет Дух истины, Он будет вести и наставлять вас на всякую истину. И Он сказал, мир не может Его принять, потому что они не могут Его видеть, но вы примите Его. Он сказал, Он сейчас пребывает с вами, и Он будет в вас. Теперь вы знаете, как мы должны творить те же самые дела и больше всех дел. Поэтому нам нужно становиться теми, кто помышляет о том, что Бог прямо сейчас в нас. Чтобы думать таким образом, чтобы поступать таким образом, чтобы ходить в вере в тот факт, что Он в нас. Давайте обратимся к восьмой главе послания к римлянам. И посмотрим там некоторые места Писания в отношении этого. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Теперь посмотрите шестой стих. Помышления плотские. Когда вы постоянно думаете о и Вадимы тем, как вы чувствуете, что вы можете видеть, что вы можете слышать. Или другими словами, когда вы постоянно Вадимы, и ваш разум думает и Вадим, и ваше мышление зациклено на ваших пяти физических чувствах. И поэтому, если вы не можете этого увидеть, вы не знаете, как в это верить, и так далее, и тому подобное. Итак, позвольте мне сюда это вставить. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти. Живут не по пяти физическим чувствам, но по духу, по слову Божьему. Так что закон духа жизни, закон слова жизни, закон духа слова. Аминь. Помните, что мы читали в первой главе Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И это слово есть свет. Он есть жизнь. Итак, помышления плотские суть смерть. А помышление духовное, когда ваш разум обновлен, откройте двенадцатую главу. Не сообразуйтесь с веком сим. Что ж, как я буду это делать? Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. Все это физическое тело, все его чувства, все, чему оно когда-либо научилось. Все это представьте в жертву живую святую. Вам придется заняться этим. Он называет ее святой. Не называйте ее как-то иначе. Благоугодную или приемлемую. Он примет ее. Богу для разумного служения вашего. Вы отдаете ему все это физическое тело и все, что оно чувствует, видит, обоняет, что бы там ни было. Вы отдаете его целиком ему. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, помышления плотские суть смерти. Поэтому отдайте это плотское тело Богу и не будьте больше вадимы им. Помышления духовные, жизнь и мир. Девятый стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Или другими словами, он не рожден свыше. Вам нужно родиться свыше. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Когда вы приняли Иисуса, дух Божий произвел в вашем духе рождение свыше. Вы были преобразованы, вы были сотворены заново по подобию духа Иисуса. Я имею в виду, что вы являетесь его образом в глазах Отца. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых той же самой силы воскресения, оживит и ваши смертные тела духом своим живущим вас. Он живет там, он там, он ходит в вас, он говорит в вас, он там, он там сейчас. Слава Богу! Помышляйте о том, что внутри вас живет Бог. Аминь. Когда я только принял спасение, я приходил к престолу благодати, и я видел себя лежащим лицом вниз, и все, что я мог видеть, это только ноги Бога. Каким-то образом оно сформировалось во мне именно так. Я никогда намеренно не рисовал себе такую картину. Казалось, я не знаю, я даже не могу сказать, откуда она взялась. Но думая таким образом, и когда Бог провел меня через такие же шаги, о, я это понял. Как-то раз Господь напомнил мне и сказал мне это. Он сказал, когда ты рос, у тебя были внутренние образы разных вещей, которые ты высоко ценил. Того, кем ты хотел быть. Я хотел быть пилотом, я хотел быть хорошим игроком в бейсбол, и эти вещи были действительно важными для меня в мое мышление. Я хотел быть певцом, я хотел петь, и поэтому все эти вещи были действительно важными для меня в мое мышление. И Санта-Клаус был важным для меня в моем мышлении. И я вырос в христианской семье. И я постоянно ходил в церковь. И Иисус был важным для меня в моем мышлении. Он Бог. Он Господь. О, да, да. По мере того, как я взрослел, мои внутренние образы всех этих вещей становились более зрелыми и изменялись. Мое мышление изменялось. И все эти вещи становились более зрелыми. И я услышал, как Господь сказал мне, но твой образ меня так никогда и не стал более зрелым. Так и не вырос. И я осознал, что так оно и есть. «Господь, я действительно не знаю, что это». И я начал думать об этом. И вот тогда он сказал, «Встань со своего кресла и опустись на колени». Я сделал это. Он сказал, «Проверь себя сейчас. Просто закрой глаза». Какой образ промелькнул у тебя перед глазами? И это снова была та же самая картина. Я видел себя лежащим на полу. И все, что я мог видеть, это только его ноги. «И не смейтесь надо мной, пока не увидите, где находится ваша глупая голова». Аминь. Простите меня. Итак. Он сказал, «Сын, это неправильный образ. Это не с дерзновением приступать к престолу благодати». Я спросил, «А какой тогда правильный образ?» И во мне вот так вот быстро промелькнуло. «Мы были воскрешены и посажены с ним на небесах». Я должен сидеть на престоле благодати с ним. Слава Богу! И скажу вам, я нисколько не против сказать, что я должен был размышлять над этим, и я должен был смотреть на это и читать это. И чем больше я смотрел, и чем больше мест Писания я читал, оно становилось все больше и больше. Оно повсюду в Новом Завете. Оно везде, куда ни посмотри. Но я все равно должен был начать исповедовать это. Благодарение Богу! Я посажен со своим Спасителем. О, слава Богу! Я посажен на престоле благодати. Я посажен с ним на небесах. Писание говорит в Салмах. Он смотрит вниз на дьявола и смеется, и выставляет его на посмешище. А если мы сидим с ним, мы смеемся с ним. Ха-ха-ха с дьявола. Понимаете? Слава! Все это значит становиться теми, кто помышляет о праведности Божьей, и о том, что Бог сейчас в них. Слава Богу! Благодаря благодати Он вознес меня. Неоднократно люди говорили мне в лицо. Коплант, вы просто возносите себя. Вы просто стягиваете Бога вниз. Это то, что говорили чаще, чем что-либо другое. Вы просто стягиваете Бога вниз на свой уровень. Вы просто возносите себя, чтобы быть каким-то особенным. Вы просто... Нет, 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 нет. Нет, подождите минутку. Позвольте мне вам с этим помочь. Нет, нет. Я не возносил себя. Все, что я сделал, это сделал себя послушным Господу Иисусу Христу. И я принял Его, как моего Господа и моего Спасителя. Я принял Его Дух, чтобы Он вошел и жил во мне. И я покаялся в своем грехе. И я верю, что милость Божья вовек. Я верю Слову Божьему, которое говорит, Он вознес нас и посадил нас с Ним на небесах. Я не возносил себя туда. Он вознес меня туда. Он. Да, но вы просто стягиваете Бога вниз на свой уровень. Нет, позвольте мне помочь вам и с этим. Он спустился сюда по своей собственной свободной воле. Я никогда не имел никакого отношения к стягиванию Его сюда. О, если бы я только мог. Но нет, нет, нет. Он пришел, потому что Он возлюбил нас. Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного. Слава! Меня снова радует то, о чем я проповедую. Аллилуйя Иисусу! Слава Богу! И сейчас я хочу показать вам кое-что в книге Езекииля, что является настолько удивительным. В самой первой главе, в 26 стихе, Бог открыл пророку Езекиилю глаза. «И он увидел над сводом, который над головами их. Было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человеку вверху на нем. «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. Отвидел чресло его и выше, и от вида чресло его ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. Он увидел горящего человека, огонь от чресла его и выше, от чресла его и ниже, вид человека в огне». И в книге Аввакума, пророк Аввакума, говорится то же самое. Аввакум видел его. Он видел вид человека в огне. И мы поговорим об этом на следующей неделе. Я хочу показать вам на этот счет некоторые сильные, сильные вещи. Давайте взглянем на 40-ую главу книги пророка Исаии. И мы видим, кто исчерпал или измерил воды горстью своею. Одной капли воды в своей горсти и пядью измерил небеса. Это от кончика большого пальца до кончика мизинца. В еврейском оригинале сказано 22-сантиметровой пядью. Он измерил небеса. Он взвесил все океаны и вместил в меру прах земли и извесил на весах горы. Взял одну меру праха и взвесил весь прах, из которого была сделана земля. С помощью одной меры праха. Ну же, и одной каплей воды он измерил весь мировой океан. Сказано, что он измерил их сбалансировав, уравновесив. Кто уразумел дух Господа? Посмотрите, кто это сделал. Эта планета вращается вокруг своей оси со скоростью 1675 километров в час и одновременно вокруг Солнца со скоростью 108 тысяч километров в час. она делает все это одновременно и ни разу не потеряла равновесие. Она ни разу не сбросила с себя всех. Слава Богу. И он сделал это с помощью одной капли воды и меры праха. Ну же, Дух Божий все это рассчитал. Сказано, кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его. Он есть Тот, Который восседает над кругом земли. Это тот Дух, Который спланировал вашу жизнь. Это тот Дух, Который прямо сейчас живет в вас. Это тот Дух, единственный Дух, Которому Бог доверит вести, наставлять, подкреплять и наделять вас силой, благословлять. И из него внутри вас выходит благословение Господне. И оно будет наполнять землю. Почему вы беспокоитесь и волнуетесь о своей жизни? Отец, прости нас за это. Мы принимаем твое прощение и скажите это прямо сейчас. Тот то во мне, больше того, кто в мире. Скажите это. Да, скажите это. Да, скажите. Потому что Бог производит во мне и хотение и действие по своему благоволению. Скажите это. Я все могу в укрепляющем меня Христе. Тот кто больше. Тот живет во мне. Он творит дела. Я храм живого Бога. Теперь воздайте Господу хвалу. Воздайте Ему хвалу и благодарение. Говорю вам прямо сейчас. Вы никогда не будете нищими ни одного дня в своей жизни. Вы никогда не будете больными ни одного дня в своей жизни. Вы никогда ни одного дня в своей жизни не будете теряться в догадках из-за того, что вы не знаете, что делать, если вы начнете помышлять о том, что внутри вас живет Бог и начнете ходить верой, потому что Он любит вас так, как вы даже себе представить не можете. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Итак, давайте применим эти места Писания и будем помнить о том, о чем мы говорили, а именно, чтобы помышлять о том, что внутри нас живет Бог. Он там прямо сейчас. Скажите это. Он во мне сейчас. Итак, 6 глава Галатам. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» и «Днем пожертвований», как сказал нам делать Бог много лет назад. Поэтому давайте сейчас посмотрим на это. Наставляемый словом «делись» или «отвечай» всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, а от плоти пожнет ленья. Итак, есть этот плотской разум и то, как этот разум мыслит. И вы находите все это, особенно в пятой главе того же самого послания к Галатам. Вы можете обратиться к ней позже, когда мы закончим. Вы можете вернуться и прочитать это. И вы увидите, о чем он говорит. «Осеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». И здесь стоит греческое слово «зоэ», обозначающее жизнь. Жизнь Божья, то, что делает Бога Богом, находится сейчас в вас и во мне. Это Он. Он живет сейчас там. Поэтому просто скажите, «Господь, направь меня, как мне следует по сей теме согласно духу, по вере и тех слов, которые я услышал и принял?» Я верю, что ты во мне. Наставляй меня, и я буду послушен. Итак, действуйте на основании того, что Он говорит, и будьте послушны этому. Слава Богу, аминь. И это слово оживает. И то, что вы услышали, начинает пускать глубокие корни в вашем духе. До понедельника, если вы хотите узнать больше о нашем служении, о Господе Иисусе Христе, о Слове Божьем, а также заказать наши книги, воспользуйтесь информацией, которая на вашем экране. Присоединяйтесь к нам и помните, что Иисус – Господь. Иисус – Господь.